Сегодня у меня был сон. Дональд Трамп приглашает меня работать в его предвыборном штате. Моя задача с ним ездить. Вот ты со мной езди, и вот как русский чувак, вот ты мне будешь рассказать, а как вот на те или иные события смотрит русский мозг. В этом предвыборном штабе я вижу Даню Милохина. Я не знаю, знаешь, это Даня Милохина, но Даня Милохин, это наш блогер, его жизнь полностью запечатлена. Да, миллионов видео, это еще такой аспект современного реальности, когда жизнь одного мальчика в тысячах телефонов, миллионов телефонов. И вот он во сне, во сне Даня Милохина управляет организацией мероприятий для предвыборного штаба Дональда Трампа. И я его вижу, он такой в костюме такой, да, и мы с ним разговаривали. Мой опыт очень ценный для Трампа. Почему он тебя взял организовать? Он говорит, как ты не понимаешь, это еще одни русские мозги. Про что это сон? Ну понятно, конечно, часть это сна, это там мысли мои, пострелили Трампа. Сейчас вот этот мем ходит. Теперь запомни, ты теперь пацан, ты теперь с улицей, а кругом враги. Образ президента, неважно, значит, он является каким-то внутренним образом. За период такого профессионального отслеживания своих сновидений нечасто снились президенты. И в зависимости от того, что этот президент во сне говорит, в какой обстановке он с тобой беседует, да, это тоже можно нарезать. Вот мои пациенты часто приводят свои прекрасные какие-то диалоги с президентами. И, конечно, это интерпретируется как президент, как представитель самости. Неважно, как сознательно, положительно мы относимся к нему, к отрицательно. Я сразу могу сказать, что я там никогда не был сторонником Трампа, да, скорее, наверное, негативным у меня было восприятие. Но сейчас все так перевернулось в мир, да, что я воспринимаю эту фигуру как положительную, как собирающую какие-то русские мозги. И он там такой, знаете, такой какой-то психологически продвинутый чувак, да, какой-то он. Я думаю, что, конечно, мы можем подумать, что если все это не фейк и не инсценировка, а, скорее всего, мы можем это только подтвердить, только увидев настоящее ухо Трампа. Вот если оно прострелено, и нам его показывают, именно с дырочками, не закрытой, а с дырочками, да, то мы, скажем, вот я ввожу новое понятие ухо Трампа как окончательное, беспроворотное подтверждение реальности. Естественно, что я утрирую. Там есть попытка какого-то мерджа, да, сращения, слияния аспекта сенокса, который становится более человечным, и пуэра, то есть вечного юноша, да, не Милохина, который становится более ответственным. Вот это наша сегодняшняя реальность, ну вот давай возьмем эту предвыборную кампанию, но об этом-то мы можем говорить с тобой, да, значит, 20-30 дяденька, дяденьки, значит, Трамп и Байден, и все. И представляешь, нас как бы ставят перед выбором вот этого, либо этот, либо этот, и ни для кого не секрет, что весь мир за этим следит, потому что последствия будут очень важны, да. И я подумал о нуле и единице, о нашем двоичном коде. С человеком происходят какие-то события, где вот, ну, назовем, некое есть событие, единица, правда, ноль – это фейк. И оно меняется, когда ноль, когда, значит, единица, да. И я вот вспоминая про опыт с собакой Павлова, а точнее этот опыт, чтобы там не позориться перед людьми, мне не рассесть, сказала, что это опыт, эксперимент Шенгер-Крестовниковой. Там собаки показывали круг и подкрепляли ее, этот круг едой. А потом показывали эллипс, постепенно, значит, показывают собаке, допустим, усилим немножко, да, кинематографически. Собаки круг ее кормят, показывают эллипс, ее бьют током. И определенные уже рефлексы, значит, показали круг, еду еще не принесли, у нее уже слюна, а показали эллипс, она там забилась в клетки. И потом стали проводить эксперимент, постепенно стали превращать круг в эллипс, а эллипс в круг, и собака сошла с ума. Вот эта вот история про то, как мы постепенно превращаемся или можем превращаться в собаку Павлова, потому что, когда нам белое, называя черным, эллипс превращается в круг, ноль в единицу, то нам уже все равны. Это когда с точки зрения Таро у нас идет вот этот меч мага и дурака. И мы никогда, когда у нас дурак превращается в мага, а маг превращается в дурака, это то, что мы видим сейчас, да, что что-то говорится, что-то делается, что-то происходит, но это уже не дотягивает до того уровня, я не знаю, там, героя или падение героя, да, добра или зла. Все сливается, все превращается в множественность, вот, в меры сеть. Возникает вот этот момент очень важный, для юнгианца это важный вопрос, да, вот эта целостность, да, ну, условно, в этом сновидении, значит, цель, предвыборная кампания, президент, Трамп, Даня Милохин и я, вот эта троица, мы куда-то едем, чтобы вместе что-то создать. Может быть, мы просто, нам не обязательно быть вместе, может быть, нет никакой целостности, это просто такой вот двор. Комментарий. Да, конечно. Во-первых, тут очень интересно, троица, пам-пам, троица как символ целостности, да, отца и сына и святого духа, вот, так как ты сновидец, вот и выбирай, кто там, кто Трамп, кто Даня Милохин. И куда вы все радостно мчитесь. Да. А относительно ситуации, ну, вот в мире в целом, это же уже давняя такая тенденция, да, вот такая хаотизация, как, ну, не знаю, ну, вот, репрезентация психотического. Вот складывается впечатление, что действительно может быть все, что угодно. Овал превращается в круг, круг в овал, я схожу с ума. Но самое интересное, что сумасшедшим тоже можно быть. Ты сумасшедшим можешь быть в этом мире. Да, твое восприятие этого мира может быть ошибочным. Но мы и сейчас не в совершенстве воспринимаем окружающую нас среду. Мы отличаемся даже по уровню какой-то вот чувствительности. Там, наши органы осязания, слуха, зрения, они различны. Кто-то воспринимает музыку Шопена и говорит, что это самое прекрасное. Кто-то слушает, я не знаю, инстасамку и тоже считает, что вот это, это уровень. Вот, есть разница и во вкусах, и в каких-то вот ощущениях, в специфике. Но когда нам дают вот такой хаос, как ты говоришь, правда и ложь. Ты же с этого начал. Мы вообще этого можем никогда не узнать. И тогда встает главный вопрос. А если мы узнаем, что изменится? Что изменится для отдельно взятого человека, если он узнает? Вот я узнаю, например, просто предполагаю, что покушение на Трампа, это такая вот инсценировка. Я могу сказать, ну, вот же нехорошие люди обманули меня. А что, ну вот я узнал, да, их обман вскрылся, и что? Вот как будто бы для меня здесь, конкретно в этой ситуации, правда, неправда, мало что меняется. Но СМИ, они часто нагнетают такого вот психотического уровня, когда что-то показывают, что-то не показывают. Новости очень быстро меняются, мы ничего не успеваем делать. И мы тогда просто не понимаем, зачем это все, да, зачем мы смотрим новости, быть в курсе. В курсе чего? В курсе происходящего хаоса? А если ты не в курсе происходящего хаоса, как твоя жизнь поменялась? И мне кажется, что вот здесь, как ты сказал потом, да, нету классических вот этих архедипических фигур, на которых, может быть, нас долго воспитывали, которые есть в мифах. Герой, злодей, там, мать, бог. Но придумали антигероя. Герой, который борется с чем-то, с кем-то негеройскими методами. А еще весь фигура Трикстера. Вот я кем захочу, тем и буду. Кем смогу, тем и стану. Захочу вот так вот, буду прыгать. И вот мне кажется, присоединение к такой части, оно помогает в этом хаосе выживать. Очень помогает. Потому что, ну да, там что-то произошло, о-о-о, топим за красным. Все поменялось, о-о-о, топим за синим. Главное, я выжил. Является ли это целостностью? На мой взгляд, да. Просто что мы тогда ставим во главу угла? Например, выживание? Ну и норм. Тут для выживания много не надо. Если мы ставим во главу угла следование каким-то личным идеалам, идеям, да, какой-то, не знаю, там, идеи реформации, трансформации общества, добро пожаловать в трудный мир, где, скорее всего, мы потерпим неудачи. Но вот эта трикстерная составляющая, она как будто бы помогает. Ты присоединяешься к этому психотическому, и главное, чтобы тебя просто не разнесло. Вот если туда пытаешься какой-то своей нормальной частью погрузиться, да, все вот разделить, где правда, где ложь, что нормально, что ненормально, тут точно крыша поедет. А если ты играешь в эту игру, например, чтобы выжить, это как будто бы успех. Да, это может быть неприятно. Если ты даже смотреть на это со стороны, нет в этом какого-то, как раз-таки вот, героизма, нет в этом какого-то, не знаю, интереса или ценности. Черт, как флюгер туда-сюда. Помотался, помотался, и все. Но мне кажется, что это просто может обеспечить, ну, в моменте, в какой-то период, это просто обеспечивает какое-то выживание, и чтобы не сойти с ума. Это очень интересный момент, в том плане, что мы возвращаемся фактически к империке и к собственной сенсорике и к жесту Будды, который в какой-то момент, чтобы отличить себя от своего отражения, которое появилось перед ним, и когда он, этот жест Будды, когда он поместил руку свою на землю и сказал, что нет, ты иллюзия, я реальный, и земля мне по рукой, это то, что хотите, хотим мы или нет, нам придется, если кому-то это надо вообще-то, потому что, может быть, и не надо кому-то, да, нам придется какие-то дополнительные усилия прилагать, дополнительные сопоставлять источники информации, чтобы понять, какова правда. Не всегда мы можем эту правду проверить, и есть аспекты, которые невозможно проявить, но есть твоя жизнь, твое утро, твой день, твоя ночь. И, конечно, очень важно иметь контакт с землей, я имею в виду, как и стихи, как и буквально с этой реальностью, не с ухом Трампа, а своим ухом, можешь ли ты слышать, да, что ты слышишь из того, что тебе говорят. И вот этот аспект контакта с землей, контакта вот с этой, ну, простой такой реальностью, он же помогает нам в том, что отчасти, чтобы не быть захваченными этими смерчами вокруг, не быть захваченными вот этими потоком информации, которые не всегда там настоящие. Но у меня есть еще, если позволишь, небольшая отсылка к твоему сновидению, да, вот такая деталь. Мне-то она бросилась во внимание, потому что я сейчас как будто бы больше погружен в такие процессы и с клиентами, и в своей жизни. Тебя Трамп приглашает, как русские мозги, и в этом мне видится элемент идентичности. Я с русскими мозгами. И потом ты говоришь там леваки, праваки, все поменялось. А вот в том-то и дело, что неважно. Левые, правые, неважно. Русским остаешься. И как будто бы вот этот вопрос идентичности, он может быть центральным. И если смотреть на фигуру президента во сне, как на некоторую самость, то она как будто бы нуждается в идентичности. Самостью нужны русские мозги, чтобы что-то там посмотреть. Да, конечно, время меняется, и мы не выбираем эпоху. Юнг был человеком своего времени, и Швейцария, как очень специфическая страна, где-то там остались, в швейцарских маленьких городах, кантонах, деревнях. Вот этот уклад жизни, да, вот я когда путешествовал по Швейцарии, я немножко понял, что я могу чуть-чуть еще уловить Юнга. посмотреть его глазами на эти там вот эти вот поезда, у них там ходят такие смешные, маленькие, да, вот эти вот горы, ну, в конце концов, природу видеть, ту, которая его воспитала, которая его возрастила, это очень важно. И тогда мы можем сказать, что, а, вот я немножко могу, могу вот к этой реальности соприкоснуться. И мне кажется, очень важно, что когда вот два русских мозга, скажем так, встречаются, да, не во сне, а в реальности, то, как ты видишь, то, как я вижу, мне кажется, это очень ценно. И более того, мне ценно то, что мы с тобой просто беседуем, а люди, если какие-то будут люди, которые нас будут слушать, да, они потом сами задумываются о чем-то, посмотрим, куда у них пойдет энергия. Ну, все-таки я хотел бы завершить художественным. Это реальная история, которая случилась со мной во время практики. Как проявляется синхроничность в реальности, в нашей практике. Значит, я тогда, у меня был кабинет на печатнике в моем переулке, и хорошее такое здание, там Ленин выступал. Я тебе хочу сказать, что у меня интересно, что у меня все кабинеты в исторических зданиях. В предыдущий мой кабинет... Совпадение? Не думаю, да. Особняк 1812 года. А это вот был дом на печатнике в переулке, там еще табличка висит. И вот представь, значит, в февраль мы с клиенткой сидим в кабинете, и она мне рассказывает сон про божью коровку, которую она видела накануне. Ну, в содержании сна, там она видит божью коровку, которая у нее на руке, и так далее. В этот момент ошарашенный мы видим, как мимо нас пролетает божья коровка. Она была живая, реальная, маленькая божья коровка. Было, конечно, объяснение, там были горшки с цветами, и видно, она там спала, и видно, она проснулась. Но в этот момент, как она рассказывала этот сон, появилась божья коровка. Но это еще не все. Вечером после этого приема у меня на нижнем этаже в этом же здании, в подвале, была группа по работе со сновидением. Замечательная была группа, был весел. Я дал задание записать сны, которые они видят накануне нашей встречи. Двое из десяти человек притащили рисунки со сновидением, и на них была божья коровка. Вот что такое синхрония высшего порядка. Когда у нас есть не только живая и одна сновидическая, но у нас есть еще третье железобетонное проявление независимого вот этого поля. Что делает нейросит? Смотрите, у нас есть божья коровка внутри сновидицы, и она отвечает ей на какие-то вопросы ее бытия и самости. У нас есть аналитический процесс, в котором эта божья коровка попадает в реальность процесса между мной и клиенткой. То есть она, ну она еще не материализуется, но она появляется в ее рассказе, в слове. Дальше возникает следующий уровень. Возникает реальная божья коровка, материализованная, которая проснулась в горшке нашего кабинета. И не просто проснулась, а типа полетела. Она полетела сказать нам, ребята, вы там что-то рассуждаете? А я, я, божья коровка, в этом горшке проснулась для чего-то, наверное, а может просто так, чтобы нам что-то сказать. Люди извне подтвердили, что что-то это про божью коровку, а нейросеть, она делает божью коровку в любой момент, когда вы захотите. Раньше такого невозможно сделать. Раньше, ну, когда у меня появляется божья коровка, я должен либо нарисовать ее, либо я должен пойти на лук и найти ее. Все. Как она могла появиться? Только, ну, в трех измерениях, да, реальная божья коровка, божья коровка в моей голове и нарисованная божья коровка. Но сейчас мы можем просто нажать на кнопку и мы получим божью коровку. Да, не живую, но она будет ни в моей голове, ни на поле, ни на рисунке, а созданная какой-то другой реальностью. И все, о чем мы с тобой говорили сейчас, да, это вот про это, про что-то четвертое. Субтитры сделал DimaTorzok